Диффузная опухоль ствола головного мозга относится к числу наиболее тяжелых онкологических заболеваний у детей, единственным вариантом лечения которых остается на данный момент лучевая терапия. Однако же она позволяет только стабилизировать рост опухоли на определенный период времени. В дальнейшем практически у всех детей возобновляется рост опухоли, и все они переходят в отделение палиативной помощи. Цель нашего исследования была повышение эффективности лечения опухоли ствола головного мозга у детей путем разработки алгоритма повторного лечения с учетом клинико-рентгенологических и молекулярно-генетических параметров. Мы ставили перед собой определенные задачи, которые постарались решить. Это изучить переносимость результатов повторной лучевой терапии, оценить прогностическое значение некоторых клинических и рентгенологических характеристик заболевания при первичном, а также при повторном лечении. Изучить возможности определения методом цифровой капельной ПЦР, содержания динамики опухолеспецифических маркеров плазмы периферической крови и использования этих данных для прогнозирования течения заболевания у детей. И на основе проанализированных клинических и молекулярно-генетических параметров сформулировать алгоритм повторного лечения у детей. За период с 1998 по 2018 годы в детском радиологическом отделении Российского научного центра рентгенрадиологии было пролечено 377 пациентов с опухоли ствола головного мозга. Нами был проанализирован катамнос 102 пациентов, 50 из которых удалось провести повторную лучевую терапию. Это была первая группа в нашей работе проанализирована. И вторая группа – это 60 пациентов с различными опухолями головного мозга, 31 из которых были опухоли ствола головного мозга. Дети, которым были выполнены проанализированные результаты молекулярно-генетических исследований крови методом капельной цифровой ПЦР. Принципами отбора для проведения повторного лучевого лечения были такие критерии, как длительность первой ремиссии более двух месяцев, состояние больного по шкале Иландски не менее 40 баллов. В случае, если рецидив возникал в более поздние сроки, но при этом состояние ребенка было неврологически довольно-таки сложным, проводилась трехпятидневная дегерационная противоотечная терапия. В случае улучшения состояния ребенка и стабилизации неврологического дефицита, хотя бы относительного, была проведена попытка повторного курса лучевой терапии. За 20-летний период произошли значимые изменения в радиотерапевтической аппаратуре. На слайде представлена методика дозного распределения при проведении дистанционной лучевой терапии, 3D-конформной лучевой терапии на линейном ускорителе опухоли ствола головного мозга. Все пациенты как при первичном, так и при повторном лечении курс лучевой терапии проводился в режиме традиционного фракционирования с разовой очаговой дозой 1,8 грей. При первичном лечении суммарная очаговая доза составляла 54-55 грей. Группа пациентов, которая получила однократное лечение, это 52 ребенка, 26 из которых получили только лучевую терапию, и 26 пациентам, которым была проведена лучевая терапия в комбинации с различными вариантами химиотерапии. И варианты повторного лечения представлены на слайде, это 22 ребенка, которым проведена только лучевая терапия, и 28 пациентов, которые получили также химио-лучевое лечение. Суммарные очаговые дозы при повторном лечении у 43 пациентов составили от 31 до 45 грей. У 3 пациентов в связи с ухудшением состояния ребенка на фоне лучевой терапии, лечение было прервано на суммарной очаговой дозе до 30 грей, и 4 пациентам проведено лечение в суммарной очаговой дозе от 46, и одному ребенку даже удалось подвести 50 грей суммарно. Ну и немного теперь о результатах первичного и повторного лечения. Анализируя эффект первичного лечения, Из 70% пациентов, у которых индекс Ланский составлял период до начала лечения от 30 до 40 баллов, состояние без динамики сохранялось только у 4 детей. Из всей группы 102 пациентов на данный момент находится под наблюдением 24 ребенка. Медиана продолжительности этих детей 29,6 месяцев, а медиана детей, которые умерли на фоне прогрессирования заболевания, составила 15,9 месяцев. При анализе общей выживаемости для всей группы период 6,12 месяцев пережили, соответственно, 47,22%. Медиана общей выживаемости для всей группы составила 18,8%. Мы анализировали общую выживаемость в зависимости от возраста детей, которым проводилось лечение, достоверно лучше общей выживаемости у детей младше 3 лет. Также была зависимость оценена от длительности первичного анамнеза. Те пациенты, которые имели анамнез до момента начала лечения менее 2 месяцев, все они погибли в сроке до 2 лет. Дети, которые имели более длительный анамнез, соответственно, имели намного большую достоверно лучшую выживаемость. При оценке непосредственного эффекта после повторного лечения улучшение общего состояния пациентов в 70% было достигнуто после курса повторной лучевой терапии. При анализе общей выживаемости среди пациентов, пролеченных однократно и повторно, период 6-12 месяцев, среди пациентов, которые были пролечены однократно, эти сроки составили, соответственно, 80 и 44%. И у пациентов, которые получили повторное лечение периоды от 6-12 месяцев, общая выживаемость была, соответственно, 90 и 80%. Мы оценили также в нашей работе данные МРТ, картину опухоли перед повторным лечением. Все пациенты, которые имели кистозную деструкцию опухоли практически в первый год жизни, они погибли после завершения лечения. На данный момент наблюдаются все пациенты с более плотной характеристикой МРТ. Также достоверно влияла на общую выживаемость длительность первой ремиссии. Все пациенты, которые имели ремиссию более 6 месяцев после первичного лечения, достоверно имели лучшую выживаемость. Продолжают наблюдаться на данный момент несколько человек. Если говорить о суммарной очаговой дозе, то я повторю, что доза до 30 ГРЭЯ, которая была подведена трем пациентам в связи с ухудшением их состояния на фоне лучевой терапии, эти дети не дожили даже 6-месячный срок. И суммарная доза более 31 ГРЭЯ достоверно улучшает общую выживаемость. При анализе адювантной химиотерапии на отдаленные результаты она не имела влияния, точно так же, как и консолидирующая химиотерапия, проведенная после повторного лечения. Но немного о результатах молекулярно-генетического исследования. На слайде представлена методика забора и обработка крови методом жидкостной биопсии для анализа ДНК. Таким образом, я решила проиллюстрировать происхождение опухолевой ДНК в периферической крови, когда такие процессы, как апоптос, некроз, фагоцитоз, влияют на выделение периферической крови осколков, циркулирующей опухолевой ДНК. Мы проанализировали изменения в генах BRAF, IDH1 и H3F3A. В группе опухолей ствола достоверно выше было выявлено количество мутантных опухолей всех исследованных вариантов по сравнению с опухолями других локализаций головного мозга. Одновременно оценили наличие двух мутаций у пациентов с опухолями ствола головного мозга и верифицированными опухолями других локализаций головного мозга. достоверно выше, соответственно, имеет место наличие двух мутаций у пациентов с опухолями ствола головного мозга. При анализе частоты мутаций в гене Браф в зависимости от признаков активности роста опухоли мы получили результаты, что у пациентов, у которых в ранние сроки, мы анализировали пациентов по данным МРТ в сроки от 1,5 до 6 месяцев после завершения первичного лечения. И в 57% у пациентов, которые имели стабильную картину опухоли, была выявлена большая количественная концентрация мутаций в гене Браф, что является благоприятным фактором наличия мутации при исключении ранних рецидивов. Также мы проанализировали зависимость рецидивирования от наличия мутаций в гене H3 и F3A. Аналогичная картина была нами получена, но данные достоверны только для общей группы, когда мы анализировали пациентов с опухолями головного мозга верифицированными и опухоли ствола головного мозга. В нашей работе мы оценили изменение концентрации мутантной ДНК гене Браф на фоне лучевой терапии, собственно, для того, чтобы оценить эффект от лечения. Забор крови производился 4 раза, это до начала лечения, на фоне курса лучевой терапии на суммарной очаговой дозе от 8 до 10 Грей, так как, по данным литературы, максимальная концентрация в периферической крови обнаруживается именно в эти сроки проведения лучевой терапии. Также на фоне завершения курса лечения и в ранние сроки после завершения курса лучевой терапии. Динамика, то есть была чёткая зависимость от влияния лучевой терапии на изменение концентрации мутантной ДНК в крови. При анализе динамики относительно концентрации мутантной гене Браф и гене Браф дикого типа выявили следующую закономерность. В случае, когда уровень концентрации мутантной ДНК нарастает на фоне начала лучевой терапии и снижается к её завершению, эти пациенты имели более стабильную картину в ранние сроки наблюдения. У пациентов, у которых концентрация гена Браф увеличивалась в начале лечения, снижалась в процессе и опять возрастала по завершению курса лучевой терапии, имели ранние рецидивы и даже продолженный рост сразу же после завершения курса лучевой терапии. Используя дискриминантный анализ, мы составили модель прогнозирования эффекта лучевой терапии. Нами были проанализированы такие показатели, как возраст, характер структуры опухоли по данным МРТ и 9 изменений в концентрации генов, как дикого, так и мутантного типа. При этом достоверное влияние оказали на эффект от лечения такие составляющие, как возраст, изменения в гене IDH1 и в гене H3F3A. Достоверность 96%. Ну и выводы, к которым мы пришли по результатам нашего исследования. Это проведение по показаниям повторной лучевой терапии и химио-лучевой терапии в режиме традиционного фракционирования в суммарных дозах от 30 до 50 грейб в комбинации с адекватным сопроводительным лечением является эффективным методом реиндукции и ремиссии при плотных опухолях и временного облегчения симптомов при кистозно-соевленных опухолях. Алгоритм определения показаний и тактики повторной лучевой терапии должен быть основан на оценке общего состояния больного, длительности первой ремиссии и характере изображения опухоли по данным МРТ. При длительности ремиссии более 6 месяцев, состоянии больного более 40 баллов по шкале ЛАНСКИ, плотной структуре опухоли по данным МРТ, показано повторное лечение с лучевой терапией по условно-радикальной программе в суммарной очаговой дозе 45 грей. При состоянии больного более 40 баллов по шкале ЛАНСКИ, плотной структуре опухоли по данным МРТ, длительности ремиссии от 3 до 6 месяцев, показано повторное лечение в объеме лучевой терапии в суммарных очаговых дозах от 30 до 40 грей. И при состоянии больного более 40 баллов, однако же и когда имеет место кистозно-солидная структура опухоли, длительность ремиссии более 2 месяцев, показано повторное лечение с лучевой терапией в суммарной очаговой дозе до 30 грей. При состоянии больного менее 40 баллов, некомпенсированном после 3-5-дневной интенсивной противоотечной дегидротационной терапии, длительности ремиссии менее 2 месяцев, повторная лучевая терапия не показана. И определение наличия динамики генетических маркеров опухоли в плазме крови с помощью цифровой капельной ПЦР представляется перспективным методом диагностики, прогнозирования течения и определения показаний к повторному лечению при опухоли ствола головного мозга. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Есть у кого-то вопросы? Ольга Сергеевна, у меня вопрос. Да. Это недиагностированные, на самом деле, это неверифицированные гистологические образования. Мы не всегда уверены в том, что это диффузная глиома, а у нас были случаи, когда случалась всё-таки биопсия и оказывался совсем другой диагноз. Как Вы считаете, что может помочь в диагностике неверифицированной опухоли? Жидкостная биопсия, позитронно-эмиссионная томография, МР-диффузия. Какие методы диагностики могли бы обеспечить нам, для онкологов, потенциально диагноз, который мы принципиально могли бы лечить? Как Вы считаете, в выводах не просвучало? Безусловно, и МР-диффузия, и МР-спектроскопия, и ПЭТ-исследования обязательно улучшают понимание проблемы, которую мы имеем, с которой хотелось бы определить и тактику лечения, и иметь какое-либо прогнозирование течения заболевания. Но что касаемо жидкостной биопсии, мы проводили сравнение количества мутаций в группах, у которых были мутации, в группах двух пациентов, у которых были верифицированы опухоли головного мозга, иных локализаций, и опухоли, собственно, ствола головного мозга неверифицированы. При этом совпадение при наличии мутации было 100%, и расхождение у нас дискорнатность получилась в 96%. То есть, когда мы не обнаруживали мутацию в ткани при морфологическом исследовании, и по данным жидкостной биопсии мы не получали, там была погрешность до 96%. Жидкостная биопсия всё-таки – это исследование ликвора. Вы представляете исследование крови. По данным литературы есть данные, публикации, которые свидетельствуют о том, что кровь неинформативна. Как Вы считаете, всё-таки мы должны основываться на проведении исследования ликвора? Однозначно, при возможности технической, которая, возможно, если возникнет в нашем центре, это было бы идеальным решением проблемы. Вентрикулярная пункция, которая позволит провести забор ликвора и его исследования. Альтернативно, да. Это является идеальным для этих пациентов, если возможно. Конечно. Спасибо. Спасибо большое. Это самый… Да, ещё один вопрос, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, как, на Ваш взгляд, оправдана ли ревентивная вентрикулоперекмоняльная шунтирование с этой организацией перед проведением лучевой терапии? Спасибо большое за вопрос. Эта манипуляция может быть оправдана в случае наличия гидроцефалии. При отсутствии признаков гидроцефалии это может ввести к довольно-таки фатальным осложнениям. Поэтому при наличии показаний, да, безусловно, это улучшает переносимость курса лучевой терапии. Ну, нельзя сказать, что это должно быть однозначной манипуляцией до начала лечения. Всё правильно. Только по показаниям, как и при других любых локализациях. Если есть окклюзионная гидроцефалия, пациентам проводят шунтирующую операцию. Если нет окклюзионной гидроцефалии, лечить без проведения шунтирующей операции. Продолжение следует...